Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня тема нашего видео о корневом мучнистом червяце. Это такой скрытый вредитель, которого обнаружить сложно. Он поражает корни наших фиалочек, живет в корнях и питается корнями. Часто мы этого вредителя замечаем, когда начинаем, например, или пересаживать фиалочку и на корнях видим вот такие белые шарики. Это фото из интернета, потому что у себя я не обнаружила и не могла сфотографировать. Или еще бывает, когда розеточка расшаталась, тоже начинаем пересаживать и тоже замечаем это же. Если у нас прозрачные стаканчики, в которых грунт с наполнителями, с перлитом или с пенопластовыми шариками, то тоже очень сложно обнаружить этого вредителя, если, например, у нас его никогда не было. В этот год эта беда не обошла и меня. Я бы его сама тоже не обнаружила. Очень хочу поблагодарить подписчицу, которая мне написала, что может быть у меня мучнистый червец. Я тогда насторожилась и начала исследовать эту информацию. Потому что если человек написал, значит он знает про него. И он мне написал не просто так. И вот в интернете я нашла вот такие фото, как вам показала. Стала проверять свои стаканчики, но у меня где перлит, где пенопластовые шарики. Да и вживую-то я этого вообще не видела. Поэтому я не нашла. Стала смотреть дальше информацию, как можно еще обнаружить этого червеца. Если не таким способом на грунте, то еще как-то он себя должен выдать, показать, что он есть. И я нашла два видео. Одно это Павла Яникеева. И второе другого блогера. Я уже не помню, как эту женщину зовут. Очень им большое спасибо, что они показали, как можно просто обнаружить, есть этот мучнистый червец в коллекции или нет. Хочу этим тоже поделиться с вами, чтобы вы тоже могли проверить, если у вас будут сомнения, есть у вас этот вредитель или нет. Способ этот довольно простой. Берется емкость, наливается туда вода и добавляется фитоспорин. Самое главное условие, чтобы вода была покрашена. Потому что мучнистый червец, он белый и на темном фоне хорошо заметен. Дальше мы берем крышечку с отверстием. Можно брать от сметанки или любую другую обрезать. Одной рукой не очень хорошо получается. Ну вот, получилось. И дальше мы сюда ставим растение. Поставить его можно на ночь с вечера. Если оно у вас на фитильном поливе, прямо так вот с фитилем и ставьте. Если не на фитильном поливе, то ставьте просто без фитиля, чтобы оно висело над водой. И если у вас мучнистый червец в коллекции есть, то он обязательно прыгнет в воду ночью. Вот такой был способ проверки. Ну, я так и сделала. А утром я заглянула, то, что я увидела, конечно, меня подвергло в шок. Там были такие маленькие белые букашки, и они там прыгали. Им было очень хорошо. Они прыгали прямо по поверхности воды, и их было довольно-таки много. И вот этим способом я проверила, что у меня есть мучнистый червец, и начала обрабатывать. Хочу вам немного рассказать об особенностях этих насекомых. Ну, начну с самцов. Самцы у мучнистого червеца очень похожи на белокрылку. Они беленькие, с крылышками очень маленькие. По информации из интернета, у них нет рта. Они рождаются, то есть вылупляются, для того, чтобы произвести потомство. Живут недолго. Потомство произвели, и их уже нет. И еще вам расскажу о некоторых особенностях самки мучнистого червеца. Самка строит пушистый кокон в грунте. Потом откладывает яйца в пушистое напыление, которые защищают яйца и личинки. Также самка не имеет крылышек, как самец, и она не летает. Она только ползает и любит влажную среду. И от растения до растения переползать по-сухому она не любит. И получается, девочки, если у нас фиалочка на фитильном поливе, каждая стоит в своей баночке, то если у нас завелся этот мучнистый червец, хотя бы в одном стаканчике, мы сможем сделать раннюю диагностику. То есть это вроде как даже большой плюс, чтобы этот червец мучнистый очень быстро не распространился по коллекции. Если у нас капиллярные маты, то самочка очень быстро переползет и в другие фиалочки, быстро отложит там свои вот эти коконы с яйцами, и у нас могут заразиться все растения, которые стоят на капиллярных матах. Ну и последнее, это как вытравить этого мучнистого червеца. Дорогие друзья, вытравить можно только системными инсектицидами. Другие препараты не подходят. Травим мы методом полива грунта. Хорошего такого полива, чтобы пропитался весь грунт. Первую протравку мы делаем любым системным инсектицидом, который у вас есть, который есть, может быть, у вас в магазине. Может быть, актара, может быть, бусида, может быть, конфидор. Вторую протравку тоже мы делаем системным инсектицидом через неделю после первой. А третью протравку мы делаем через три недели после второй протравки. Таким образом, в общей сложности лечение у нас занимает один месяц. Повторю еще раз. Первая протравка, вторая протравка через неделю, третья протравка через три недели после второй. И в общей сложности у нас лечение занимает один месяц. Травить нужно не только те растения, на которых вы обнаружили мучнистого червеца. Травить нужно всю коллекцию фиалок и вообще все растения, которые у вас есть в доме. Я травила не только фиалки, я травила свои также пеларгонии. То есть все-все-все, потому что это такая зараза, быстро переползает, потом не знаешь как избавиться. Лучше сразу и за один раз. Также есть очень хороший препарат, который называется Аплаут. Он останавливает цикл перехода из личинки во взрослую особь. Это гормональный препарат и его можно добавлять к любому системному инсектициду. То есть тут будет более такой гарантированный результат. Также, дорогие друзья, можно встретить ролики в интернете, где блогеры говорят, что они избавились за один раз от мучнистого червеца. Пожалуйста, не покупайтесь на такие ролики. Лечить нужно правильно. Потому что если они за один раз избавились от мучнистого червеца, то это только от взрослых особей. А яйца и личинки в коконе они не достали. И потом вот это вот все опять проклюнется, вылупится и будет повторное заражение в вашей коллекции. Поэтому есть еще вот такой препарат, как Мавента. Его тоже можно использовать. Там действующее вещество спиротетромат. Это тоже системный инсектицид. И еще хороший препарат Маспилан. Он действует сразу и на яйца, и на личинки, и на взрослые особи. Поэтому, дорогие друзья, сейчас очень много системных препаратов, препаратов-помощников. И вы можете ими пользоваться, если у вас вдруг получилась такая же беда, как у меня. Я уже два раза пролечила свою коллекцию. Остался последний третий раз. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. Буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Продолжение следует...